Да, дорогие друзья, вы ничуть не ошиблись, это арт-кафе «Господин Ветер». И с вами, как обычно, я, Алексей Витаков, а в гостях у нас замечательный человек, автор-исполнитель, настоящий полковник Михаил Калинкин. Миша, тебе слово. Все, кто русский, зовет родным, и в погоду, и в непогоду. Все мы родом из той войны, из огня ее, все мы родом из-под Бреста и Панурей, из-под Ельни и Ольховатки, все, чей род не успел сгореть в броневых боевых порядках. Там они до сих пор лежат на высотках и в перелесках, Продолжая свой фронт держать, наши предки крутой замески. Помяни его, помяни своего молодого деда, Всех нас общая вяжет нить, всем и родом из той победы. Всем досталось поровну, и своим, и ворогам, Пулями да порохом, Тигром да пантерой, И атака первая, Слава беспримерная, Звездочка фанерная, Да любовь, да вера. Здравствуйте. Все мы национальности, которые называются победители, Победители в самой страшной войне за всю историю человечества. Вот, и вот, я сейчас как раз хочу песню спеть про Сталинград, Но это все одного порядка, вещи, вот. Тоже цифры, очень страшная вещь цифры. Что такое Сталинград? Это когда, с одной стороны, наши, Остатки нашей обороны и Волга. Через Волгу каждую ночь переправляют людей, Боеприпасы и еду. А с другой стороны, лучшая в мире армия, И лучшая часть этой армии, Шестая полевая армия, Под руководством одного из лучших полководцев Паулюса, Вот, который этих самых наших расстреливает методично, С высокого берега Волги. Вот, и вот. Мы служили честно, Пили мы и пели, Мы не уходили С линии огня, Только здесь комбату Жить всего неделю, Командиру взвода Жить всего три дня, Только здесь комбату Жить всего неделю, Командиру взвода Жить всего три дня, Самолеты в небе Кружат вроде уток И пылают дымно Танки на полях Командиру роты Жить всего пять суток Раскрывай объятия Матушка земля Пули словно птички Да порою вешней Мчат на небо души Пять минут вагон Немец он воюет Здорово конечно Но и мы уперлись Волгу с сапогом Кто с войны вернется А кто в землю ляжет Знать никто не знает Точных адресов Старшина посмотрит Да сквозь зубы скажет Жить стрелку пехоты Только семь часов Старшина посмотрит Да сквозь зубы скажет Жить стрелку пехоты Только семь часов У каждого своя награда, и в небесах, и на воде, а здесь, в окопах Сталинграда, прожить бы просто лишний день. Совсем недавно исполнилось юбилей, и я сейчас, Леша, я извиняюсь, я хочу спеть вот сразу вторую песню, потому что она связана с первой пуповиной одной. Я долго готовился, я много читал о Сталинграде, но ничего как-то не торкало меня. А потом я вспомнил, что у меня в школе был учитель труда Николай Михайлович Зимарин, который никогда не носил ни колодок, ни медалей, ни орденов. Однажды он нам под 9 мая что-то расчувствовался и рассказал, что он был старшиной роты наперед те в Сталинграде. Ему каждую ночь переправляли через речку 200-250 человек в роту пополнения. Он выдавал боеприпасы, еду, и они шли воевать. А вечером возвращались те, кто остался, 10-15 человек. Он говорит, у меня в роте было 5,5 тысяч человек за вот эти 180 дней этой самой Сталинградской эпопеи. И я говорю, вот, наверное, Бог есть. И когда я про это вспомнил, у меня Бог продиктовал вот эти слова. Песня называется «Михалыч». А Михалыч не спорил со мною, он ногою водил по земле. Я, ребята, служил старшиною в Сталинградском железном котле. Там с утра пополнение в роте 220. Примерно, ребят, мне на них по моей по работе Выдать хлеба патронов в гранат. Им потом по развалинам топать, Маскируясь ночной узарей. А потом по взводам, по окопам На фашистского зверя вперед. А потом на машининги веры, Прикрываясь могучим ура. Вот и вся, это и рот, и карьера, Что пришла из-за Волги вчера. А потом длинным матом, Кулаком по плакатам, Где все эти солдаты? Нам кричал старшина, Я их вечером синим Встречу черных и сиплых. Два десятка силы. Вот такая война. Там ведь падали целые стены. Там бетон под ногами дрожал. Там не брали солдат уж тепленных. Просто негде их было держать. Там пять дней под камнями кричали. И растаяло солнце в пыли. Там солдаты не гибли случайно. Там случайно лишь выжить могли. Вот такая вот песня. Мне ждавали, надо вести. А осталось их вместе. Двадцать, мать-перемать. Тут какие секреты? Соль, тушенка, галеты. А куда мне все это после было девать? Мы его на девятое мая Стали грамотою награждать. Мы, Михалыч, вас так уважаем. Вы для нас настоящий солдат. Он ответил, ребята, не надо. Я от чистого сердца прошу. После этого вот Сталинграда Я наград никаких не ношу. На гармошке полночи наяривал. Он за роту в три тысячи солдат. Николай наш, Михалыч Зимарин Старый школьный учитель труда. Николай наш, Михалыч Зимарин Моей юности суперзвезда. Эх, ребята, ребята! Вы ведь учитесь в пятом. Вам ведь тоже в солдаты. Где без слов под приказ Ты воюй так, как можешь. Но не дай тебе, Боже, Чтобы было похоже, Как все было у нас. Как все было у нас. А мой дед воевал на Ленинградском фронте. Он там и погиб. Воевал в разведке. Я все время хотел написать ему посвящение. Много-много лет у меня это не получалось. А потом такое вот, когда объемная песня получилась. Послушай. Я снов давным-давно уже боюсь, В них шепчутся медсестрами березы, Кричит губами мамиными Русь, Распухшими, как будто от мороза. И я там навзничь падаю у росу, И вижу, как взрывая тему зорницей По небу павших воинов несут Куда-то перелетные жар-птицы. Там матерятся ротные в чаду, Там садит смерть ребячью кровь и сблются. Там я за командирами иду, 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 Чтоб не проснуться. Кричу и криком полнятся поля, Там с дедом мы плечом к плечу в атаке, И вижу, как берет меня земля Еще не разучившегося плакать. Ветры погостами ворон сиры, Господи, Господи, Да и силы лик Богородицы Спас на крови Родина, Родина, Благослови! Там сын стоит у вечного огня И держит, держит знамя осторожно Фигурой так похожей на меня, Глазами так на прадеда похожей. Он смотрит длинно в маре в огня, И флаг над ним приспущенный, прострелен, И видит сын убитого меня, А я его в простреленной шинели. Мы смотрим друг на друга сквозь года, Мы смотрим и не можем насмотреться, С холодным шлейфом падает звезда, Ему на грудь нет все-таки, на сердце Ветры погостами ворон сиры. Господи, Господи, Да и силы лик Богородицы Спас на крови Родина, Родина, Благослови! Я снов давным-давно уже боюсь, В них шепчутся березами медсестры, Слезами мамы выплакалась Русь, Глазами сына смотрит Русь на мертвых. Там ангел встал у вечного огня, И флаг над ним приспущенный, Прострелен, Жар птица ввысь несет, несет Меня над ангелом В простреленной шинели. Ветры погостами ворон сиры, Господи, Господи, Да и силы лик Богородицы Спас на крови Родина, Родина, Благослови! Миш, я хочу перейти к теме блокадного Ленинграда. Я знаю, что у тебя есть песни на эту тему, есть что рассказать. Блокадный Ленинград, видите, вот одновременно практически битва под Сталинградом и блокадный Ленинград. Самая страшная зима 41-42 года. Мы сейчас вспоминали, сейчас было 70 лет снятия блокады. Вот, и такая появилась у меня в разные годы. Соседка жила подо мной, которая зимовала там в Ленинграде, осталась жива. Война это кошмар, ничего хорошего в ней нет. Медали, ордена, форма, это все, конечно, очень красиво, но на самом деле война это ужас. Вот, а первая песня вот эта ленинградская, женщины, о женщинах, которые на войне находятся. А судьбы женщин на войне идут особенно непросто между двух сжигающих огней, меж сил неистого роста, от ненависти до любви. Хотя любовь с войной не дружит, есть зов природы, зов крови, а есть приказ, что целью служит на фронте просто мужиком, простым, бесхитростным и смелым, они ведь вечно с матерком и шуточками беспредела, они в атаку и ура! Им наплевать на солнце пятна, а ты и мать им и сестра, а ты их раненых обратно. Терпи, родименьки, терпи, а он хрипит пробитой глоткой, и то ли умер, то ли спит от полстакана теплой водки, а ты за пульс его держа, глядишь на вату небосвода, а ведь тебе еще рожать, наверное, через полгода, ведь ты же им еще жена, вернее, ему, отцу герою, пускай вздыхает старшина, вот девке черт жизнь подстроил, он был красавец и герой, да не вернулся из разведки, все ново и как мир старо, такие вот дела конфетки над головой твоей кружи, свинцовая стальная вьюга, держись, родимая, держись, сестра и мама и подруга, старуху злобную с косой, ты в сотый раз перехитрила, и пряткой легшей на висок надежду в души нам вселила, снайперши, летчицы и санитарки, болью с любовью, войною повенчаны наденьте клавочки, люсь и тамарьте, русские женщины, русские женщины, русские женщины, и вот сразу... И у Калинкин у нас сегодня в арт-кафе господин Ветер. И сразу, Леш, и сразу прошло время, прошло много времени, прошли десятилетия, кто-то состарился, запустили в космос Гагарина, восстановили все, что у нас взорвали, вот иду я по городу и вижу бабка в ботинках возле рынка. Зимой в сорок первом я в Питере не был, но горько внутри меня что-то дрожит, пинают ногой корку черного хлеба, блокадную норму, блокадную жизнь. И взгляды старух устрашающих кротких, и ветхостих сумок, пальто неуют, всем этим неслышимым в грохоте ноткам, но им растревоживать душу мою. Это бабка в ботинках, она ходит по рынку, она ищет бутылки, и вообще все, что может сгодиться для жизни на взгляд человека из тридцать второго сорок девятого года. Это бабка в ботинках, ворошит и бормочет, и упорно не хочет встречать улыбкой восход, и улыбаться цветам, и излучать оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. А когда-то в давние года, и она была так молода, стреляла глазками туда-сюда, и тоже думала, что будет так всегда, но просочились сквозь песок года, и в Атиан ушла ручья вода, и раздарив себя без следа, она всегда... Ну а после под вечер, купив портвейна бутылку, она в подъезде вонючем выпьет залпом из граненого стакана, что стащила с автомата с газировкой, и станет доброй, спокойной, и тихой. И обрывки и клочья разных воспоминаний будут в памяти виться, как будто ночью, включив телевизор, ты вдруг увидел в нем мелькание кадров, забытого однажды фильма, знакомого до боли. Здесь и парни в рубашках, в набеленных порошком зубным туфлях, и товарищ Сталин с трубкой, и война, и голодуха, и победа, и зона. А когда-то в давние года вокруг нее кипела жизнь вода, и парни в сапогах с чубами, да, заглядывались на нее всегда. Она имела и семью, и дом, и занималась полезным трудом, и жизнь бежала, как и быть должно, с ноты до. Эта бабка в ботинках, я прошу тебя, не издевайся, и не бросай в нее камнями криков, потому что никто не знает. Ведь, может быть, вот эта вот бабка построила тот дом родильный, где твой отец или мать, или ты родился, а может, отковала эту каску, что от осколков спасла твоего деда, или, может быть, вообще познакомила твоего прапрапрапрадедушку с твоей прапрапрапрабабушкой, и в результате всех перипетий на белом свете появился ты. Это бабка в ботинках, это бабка в ботинках, это родина в ботинках! Все. Миш, я для тебя должен сказать очень приятную новость про танк, который откопали. Был снят даже документальный фильм. Вот я думаю, что завершить программу стоит именно этой песней. Да, спасибо большое, мне очень приятно. Песню, конечно, тоже не я написал, ее Господь Бог мне продиктовал, когда я приехал в Кубинку. Танк лежал в болоте 60 лет, я кратко напоминаю. В 1942 году он ушел под воду в болоте Псковской области, а в 2002 году его вытащили, вытащили из него Ил. Ну и вот Т-34-76, производство Саленградского тракторного завода. Песня «Танка из болота». Меня подцепили за оба крюка, расклеила веки трясина, и я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. Кстати, на мне форма лейтенанта полицсостава танковых войск. И время мое побежало опять, как и будто вчера заводили. И снова услышал я, ёж твою мать, и понял, что мы победили. И понял, пожить мне еще предстоит, пускай не герой-победитель, пробитые немцами братья мои. Простите меня и поймите, простите, не смог показать мастерство красивой военной работы из всей из бригады, но лишь одного меня сохранило болото. Не сжег меня пушки немецкий расчет, и тигры меня не искалечил, меня не располовил товарищ Хрущев в огромной мартеновской печи. Резон здесь, конечно, отыщется свой сегодняшним людям подарки. Вы можете запах глотнуть боевой моей краснозвездной солярки. Залезьте, не бойтесь испачкать штаны в крови из солярочной прели. Почувствуйте кожей дыхание войны, на чем ваши деды горели. Я, брошенный в землю, военный посев, я памятник сгинувшей роте. И мирная техника мчит по шоссе, поскольку я был в том болоте. Я с пушкой, торчащей наискосок, для вас непонятен и страшен. Соляркою пахнущий правдый кусок истории Родины нашей, что я уцелел. Этипаж виноват, да наш, Алёх, родная природа. Эх! Я танк, я убитый советский солдат второго военного года. Я танк, я убитый, воскресший солдат второго военного года. Я дед твой, убитый, воскресший солдат второго военного года. Этот танк сейчас ездит, дорогие друзья. Мы жить будем вечно. Все, кто на русском языке говорит, поёт и смотрит нашу программу, жить будут вечно, потому что вечно будет жить русский язык, вечно будет жить русская культура и слава России. Спасибо, Миша, спасибо, что нашёл время и пришёл в арт-кафе господин Ветер, спасибо. И вам, дорогие друзья, помните, нас никто не расплавит, нам есть чем гордиться, и мы непобедимы. До новых встреч. Смотрите арт-кафе господин Ветер.